Здравствуйте! Почему необходимо пройти программу тонкости мастерства преподавания? Конечно, в первую очередь для тех, кто желает стать преподавателем и нести эти древние знания людям. Помогать людям. Это великая мотивация в жизни. И не только, конечно. Если вы желаете просто для себя понять глубинные знания и применять в жизни самому себе. Помогать родным и близким. Это ваш рост. Это ваш духовный рост. Через трудности, через преодоление вы познаете себя. И в первую очередь, почему необходимо знать технику? Многие спрашивают, вот я прошел курс, вот я читал книгу, я же знаю эти упражнения. Техника важна. Правильное выполнение каждого упражнения – это очень важно. Потому что вот эти нюансы, если вы их не знаете, они могут навредить людям. Вот, например, есть упражнение, покажу вам, сидя. Есть упражнение, которое называется пружинка. Руки по швам, макушечка вверх, улыбаемся, выполняем. Вот сейчас потяните руки вниз. А теперь поместите пальчики вперед. И тоже выполните это же движение в этом положении. Чувствуете, что работают другие мышцы. Значит, правильное выполнение, когда руки по швам или ладошки в разные стороны, именно так выполняется это упражнение. В каждом есть своя особенность. Конечно же, и помимо техники необходимо внутреннее содержание. Коробочка красивая, упаковка красивая, как говорит Мирзакарин Санакулович. Но важно содержание, важно то, что внутри. И преподаватель, работая над собой, должен уметь не просто давать упражнения, облекая их в красивую коробочку, но и давать и показывать это внутреннее содержание. Для того, чтобы каждый слушатель раскрыл эту силу своего чувства, своего внимания, своих мыслей и направил в нужную область своего тела. Расскажу одну притчу. Одна девочка подарила своему папе красивую-красивую коробочку. Папа обрадовался, получив от своей любимой дочурки такой подарок. Открыл коробочку, а она пустая. В недоумении он смотрит на свою дочь. Там пусто. Дочка говорит, папочка, но я эту коробочку наполнила поцелуйчиками. Неужели ты не видишь? Вот задача в каждом упражнении дать это особенное состояние. Как же стать преподавателем? Приходите в центр Норбекова. Это если вы решили обучаться офлайн, если вы решили обучаться очно. Есть возможность заниматься и онлайн, через интернет. И есть возможность заниматься по записи. Итак, у нас есть три возможности. Но в любой из этих возможностей такой принцип. Сначала идет объяснение материала, и затем на следующий день уже вы практикуете, вы это уже отрабатываете. Всегда практика, практика занимает три четверти всего времени курса. По завершению, а занимаемся мы полтора месяца, чистых получается 30 рабочих дней. С понедельника по пятницу, суббота и воскресенье обязательно отдых. Отдых какой? Да, конечно, вы отвлекаетесь, занимаетесь своими делами, но вы просто еще проходите тот материал, который прошли за неделю. Вы повторяете, это тоже очень важно. По завершению идет аттестация, и вы получаете статус ассистент преподавателя. Не переживайте за слово аттестация. Очень лояльная в этом случае. Затем, когда вы стали ассистентом, вы имеете право уже проходить практику, консультируясь на реальных курсах. Или, опять же, очных, или онлайн. Такая возможность у нас есть. Вы проходите пять практик, но все зависит от ситуации. Если будет возможность, будем это время удлинять. После прохождения вашей практики уже аттестация более серьезная на статус преподавателя Центра Норбекова. И став преподавателем, вы получаете сертификат, имеете право преподавать самостоятельно эти курсы. Что значит самостоятельно? Первый учебно-здоровительный курс. Самостоятельно это значит, вы все равно работаете от Центра. Не сами там собираете где-то группу, но согласовываете это с администрацией. Для многих эта школа или программа тонкости мастерства преподавания стала трамплином. Потому что здесь тренируется личность, здесь тренируются такие качества, как уверенность и умение общаться с людьми. И многие наши выпускники открывают свои центры, открывают свои точки какие-то. Приходите на обучение, милости просим!